Тысячи выстрелов, танковые залпы и ликование победителей. В Челябинске в эти выходные воссоздали один из крупнейших боёв Великой Отечественной войны. За операцией «Буря» наблюдали сотни южноуральцев, даже несмотря на проливной дождь. Среди них наш корреспондент Артём Шуварин. Выстрелы этого пулемёта кажутся сокрушительными, но тут больше шума, чем опасности. Патроны холостые, а вот взрывы в зданиях реальные, находиться рядом не стоит. Реконструкция операции «Буря» по мотивам сражения подо Львовом самая масштабная в истории Челябинска. Несмотря на проливной дождь, в ней задействованы полторы сотни человек. Участники исторических клубов из Челябинска, Кургана, Перми и Екатеринбурга не боятся падать на мокрый асфальт, прыгать в лужи и никаких зонтов. Всё ради антуража. Моя задача как пулемётчика поддержка пехоты. В течение в те годы были танцы. Наши участники не только покажут, как танцы валят всё время, но и могут дать несколько уроков. В реконструкции боя принимает участие много техники времён Великой Отечественной, сохранившейся до наших лет. Например, вот этот ЗИС в 1940 году, выпущенный в Екатеринбурге. Или вот пулемёт «Максим». Кстати, не исключено, что именно он принимал участие в одном из боёв в 1944 году. Роли на этой реконструкции распределены заранее, чтобы избежать случайных жертв пиротехнических взрывов. По чёткому сценарию, строго определённую секунду на поле боя выезжает и старая добрая 34-ка. Танки Т-34 в сражении подо Львовом сыграли едва ли не ключевую роль. В 1944 году, с разрешения Сталина, челябинские крестьяне собрали деньги. На них построили больше 30 танков. На этой технике уральцы выдвинулись на западные рубежи Союза, вытеснять немцев из Украины. Уральский отряд в первые же дни получил прозвище «Чёрные ножи». Из-за того, что вооружены, бойцы были златустовскими клинками с чёрной рукояткой. В ходе сражения на улицах Львова клинки пригодились не раз. В городе находились несколько тысяч немцев. Их предстояло выгнать из города, и нашим солдатам это удалось. Операцию «Буря» считают одной из кровопролитных. В ней погибли больше двух тысяч солдат советской армии. Это, безусловно, воспитание патриотизма. Потому что, хотя молодёжь у нас патриотична, хотя мы и говорим, что там что-то молодёжь, но это немножко неправильно. И если необходимость будет, молодёжь всегда встанет в первые ряды. Из пулемётов, ружей и автоматов в ходе реконструкции расстреляли больше пяти тысяч холостых патронов. Стены танкового училища, где проходила реконструкция, от взрывов не пострадали. Артём Шуварин, Павел Клементьев, ОТВ. Полное видео реконструкции боя без монтажа смотрите на нашем сайте. 1обл.ру в разделе онлайн-ТВ.